В этом выпуске. В некоторых частях страны животные пасутся прямо на оживленных трассах или вблизи них. Нередко животные резко выбегают на дорогу и создают аварийные ситуации. Если водитель совершил наезд на домашнее животное и был нанесен ущерб автомобилю, кто будет нести ответственность водитель или хозяин животного. Давайте начнем так, что здесь определяющим является правоопределяющим моментом является правило дорожного движения. Согласно действующих правил дорожного движения Крымской республики, а именно пунктов 24, 5, 24, 6, 24, 7. Прогон скота, так же как и выпад скота по полосе отвода автомобильных дорог. Перегон скота на автомобильных дорог международного государственного значения категорически запрещается. Везти животных необходимо на привязи, чтобы вот эта длина, так скажем, веревки не должна превышать одного метра. Специально перегон скота осуществляется в специально отведенных местах, специально устанавливаются знаки, организованной группой перегоняется скот. Кроме того, запрещается оставлять животных на дороге без присмотра. При возникновении дорожно-транспортных происшествий с участием животных, таких как наезд на животного, зачастую, зачастую, конечно, будет нести ответственность хозяин скота, который оставил домашнее животное, животное вообще на дорогах без присмотра. Здесь надо отметить, что данная норма не предусматривает какой-то временной отрезок. Ни в темное время, ни в суток, ни в светлое время, ни в суток животных без присмотра оставлять нельзя. Для информации, ширина полосы отвода зависит от категории автомобильной дороги. В Кыргызстане существует пять типов автомобильных дорог. Для примера, ширина дороги первой категории составляет 15 метров, значит, ширина полосы отвода будет 32 метра. Именно в этой зоне выпас скота запрещается.